Уважаемые гости, компания Кодерлайн приветствует вас. Сегодняшний наш вебинар посвящен НДС и изменениям, которые произошли за 9 месяцев текущего года. Вы видите на экране наши контактные данные, наш электронный адрес, наши телефоны, телеграм-контакты и, соответственно, адрес сайта. Вести сегодняшнюю встречу буду я, консультант, аналитика ДНС Галина Гардашева. И если вам по какой-то причине показалось неудобным время проведения или вы не смогли досмотреть до конца, приглашаем вас посетить наш сайт. Мы немного позже выкладываем записи вебинаров и, соответственно, может вы найдете еще какие-то материалы, которые вас заинтересуют. Мы будем очень благодарны вам за обратную связь. Если у вас возникнут какие-то вопросы, вы можете их задать и во время нашего вебинара. Я к концу вебинара постараюсь на них ответить и можете задать любым удобным для вас способом. В этом случае мы сможем больше времени уделить на ответы, уже более предметно ответить, касательно именно вашей ситуации. Так что приглашаем вас к сотрудничеству. Программа нашего вебинара, сейчас вы ее увидите на экране, это все, что касается вокруг и около НДС. То есть один из самых сложных и часто изменяемых налогов, которые на сегодняшний день существуют. И, соответственно, такие темы мы затронем, как раздельный учет по НДС, про подтверждение нулевой ставки. Если у вас есть опоздавшие счета фактуры, то есть по опоздунам, так сказать, что делать, какие алгоритмы надо соблюдать. И изменения в первичные документы, то есть правила заполнения книги покупок и книги продаж, соответственно, рекламентированная отчетность и все, что связано с этим налогом. Мы с вами будем смотреть нормативные акты на слайдах и будем переключаться на демо-базу таким вот образом. Демо-база у нас подключена ERP-релиз 2.5.19. Это один из последних релизов. Не самый последний, но один из последних. То есть в нем уже учтены все законодательно выпущенные обновления, документы. То есть это актуальная база. Вернемся снова к нашим слайдикам. И, соответственно, когда мы будем переключаться между базами, я буду объяснять на практике то, о чем мы с вами поговорили. И посмотрим, что еще для нас там будет интересного. Ну, начнем с того, что я немножко напомню теоретическую часть. То есть в ERP, НДС это достаточно, несмотря на сложность этого налога, на сложность его учета и отчетности по нему, в ERP это самый, ну, если можно так сказать, комфортный, комфортно настроенный блок, потому что он полностью автоматизирован, ну, практически полностью автоматизирован. Сейчас мы с вами посмотрим слайдик, который иллюстрирует, каким образом построен блок учета НДС именно в ERP. Как вы видите, практически все документы создаются либо на основании заявок, либо на основании документов, например, приобретения или купли-продажи. То есть можно вот таким вот, такой схемой проиллюстрировать, проиллюстрировать этот блок. Значит, у нас с вами изменений по НДС было достаточно много. Начинались эти изменения еще в начале года, конкретно 24-го. Но на самом деле у нас изменения были в 23-м году и в 24-м. А как вы знаете, у нас еще и анонсирована налоговая реформа. То есть, в общем-то, исключать не приходится, только изучать нормативные документы. Начнем мы с раздельного учета. То есть, раздельный учет подразумевает наличие разных ставок по НДС. И, соответственно, по входному НДС зависит от того, под какую деятельность приобретаются товары и услуги. И в этом случае мы должны в настройках указать, что мы будем ввести в программе раздельный учет входного НДС. То есть для того, чтобы правильно применить и вычеты, и, соответственно, не ошибиться и не нарваться на штрафы. Ну, то есть раздельный НДС у нас с вами применяется. Если применяется раздельный НДС, то мы должны указывать, покупки относятся к деятельности облагаемой НДС или к не облагаемой НДС. В этом случае зависит, включаем мы, допустим, состав затрат НДС или к вычету представляемого и в этом случае отражаем в декларации. Если наши покупки участвуют в необлагаемой деятельности, то в этом случае у нас НДС не принимается к вычету, а принимается к расходам. Но, опять же, здесь есть разные нюансы, то есть может этот налог включаться в себестоимость покупки, может списываться на расходы. И надо помнить о том, что раздельный учет мы должны применять, если у нас есть какие-то льготы по НДС. То есть, например, какие-то работы или услуги происходят не на территории Российской Федерации. То есть в этом случае 164-я статья Налогового кодекса. Если у нас есть операции, которые не подлежат налогообложению, это 149-я статья Налогового кодекса. Ну и если доля необлагаемых операций незначительная, то есть не больше 5%, то в этом случае мы весь входной НДС принимаем к вычету. На самом деле эти положения действуют уже достаточно давно, мы к ним уже достаточно давно привыкли. Но, тем не менее. Еще напомню про термин сложный учет НДС. Что это имеется в виду? То есть сложный учет НДС, это когда мы ведем и экспортную, например, деятельность по ставкам, по обычным ставкам 10-20%, и экспортную деятельность, то есть 0%. В этом случае мы не можем принимать к вычету входящий НДС до тех пор, как у нас не подтверждена ставка 0%. То есть до тех пор, пока нам налоговые органы не подтвердили право применения этой ставки. И уже только после того, как мы получили подтверждение от налоговых органов, только тогда мы можем применять эту ставку, ну и соответственно принимать к вычету входящий НДС. Следующий слайдик у нас, собственно говоря, иллюстрирует особенности раздельного учета. И для отдельных операций необходимо выполнение дополнительных условий. То есть для того, чтобы принять к вычету НДС, который у нас отражен для объектов основных средств, по которым в момент приобретения мы не можем определить, будет он применяться, например, этот станок или оборудование будет применяться только для облагаемой или для необлагаемой деятельности. То есть до того момента, как не введется он в эксплуатацию. В этом случае у нас уже только после составления акта приема в эксплуатацию можно указать назначение такого основного средства. То же самое касается нематериальных активов. И по работам и услугам, соответственно, то же самое касается объектов основных средств и реализации на экспорт, то есть с нулевой ставкой. Ну это, в общем-то, уже достаточно давно действующие положения. Мы к ним привыкли, уже, так сказать, они родные и близкие. И еще хочу напомнить один момент касательно учета НДС. Это когда применяется раздельный учет, мы уже с вами повторили. И что раздельный учет у нас задается в настройках программы. И, естественно, книга покупок и книга продаж в этом случае по основным средствам у нас сформируются, ежемесячно формируются. Сейчас мы помним, они у нас сформируются в электронном виде. Распределение НДС в косвенных расходах по видам деятельности происходит раз в месяц при закрытии месяца. И в этом случае по видам деятельности распределяется НДС. И формирование книги записи, книги покупок происходит по партиям. И если у нас реализация подтверждена по ставке 0%, ну и либо если ситуация, когда у нас не подтверждена ставка нулевым образом. То есть фактически мы не создаем никаких документов ручками и, соответственно, у нас эти операции модернизированы, автоматизированы. Достаточно вводить только первичные документы, которые отражают факты либо покупки товароматериальных ценностей, либо услуг, либо продажи, соответственно. Теперь напомним настройки. Сейчас переключимся мы с вами на демо-базу. Вот таким образом. Я хочу напомнить вам, где мы смотрим, какой релиз программы используем. Это вот такая пиктограммка сервис и настройки. У нас есть вот такая пиктограммка и с точкой это сведения о программе. То есть вот здесь мы с вами можем посмотреть, сейчас я выделю вот так, это информация о платформе. И ниже вот здесь вот эта информация о конкретной конфигурации. То есть релиз программы ERP, которую мы на данный момент используем. Теперь переходим в раздел МСИ и администрирование. То есть все настройки, как вы помните, по всем блокам, подразделам, которые у нас имеются в ERP, начинаются с этого раздела. То есть МСИ и администрирование. Значит здесь мы с вами переходим в раздел настройка МСИ и разделов. И здесь у нас есть вот такой пункт, то есть переход по ссылке учет НДС, импорт и экспорт. И отмечаем мы учет НДС. Ну естественно в первую очередь мы вставляем флажок. Напомню, что сейчас у нас НДС уплачивают предприятия, которые применяют общую систему налогообложения. Но как вы знаете, у нас анонсирована налоговая реформа и со следующего года у нас НДС будут уплачивать и упрощенцы. Поэтому этим настройкам надо уделить внимание, как минимум перед началом года проверить, что у вас указано в учетной политике и какие сведения про НДС там содержатся. То есть мы проставляем, что да, мы применяем НДС, мы формируем по нему отчетность. Дальше все отметки делаем, чекбоксы, отметочки такие вот красивые зеленые галочки называются. И мы проставляем эти чекбоксы. И при этом основная задача, которая на этом этапе существует, это внимательно читать вот такие подсказки, которые возле каждого поля, где нужно проставить отметку, расположены. То есть вы выбираете, естественно, то, что вам подходит по вашим бизнес-реалиям, если можно так сказать. Ну и, соответственно, отмечайте, есть ли у вас товары, облагаемые НДС у покупателей. Я не стала ставить такую отменку, потому что это встречается не у всех. И, так сказать, если я проставлю такую отметку, это уже будет частный случай. Значит, ввести отдельную нумерацию счетов фактур, выданных на аванс. Вот здесь, обратите внимание, то есть если мы ставим этот флажок, то у нас счета фактуры на аванс имеют префикс буковка А. Остальные счета фактуры имеют сквозную нумерацию. Это касается и исправленных счетов фактур, и счетов фактур, которые сделаны на корректировку реализации. Потому что бывает очень часто, задают вопросы, например, а как мне исправить номер счет фактуры на корректировку реализации? И, ну, аналогичные вопросы. То есть, соответственно, эта тема вызывает много сомнений, и надо ей уделять внимание. То есть, заранее, когда вы настраиваете программу, настраиваете этот подраздел, продумать, как будет у вас использоваться эта нумерация с префиксами, без префиксов и так далее. Сводные справки. Сводные справки, мы про них немножко попозже поговорим более подробно. Ну, то есть, это если вы реализацию осуществляете физическим лицам, розничным покупателям, например, то в этом случае вы можете формировать сводные справки, например, в конце месяца. Использовать печатные формы и счета фактуры, и УПД, версии 2.5. Да, мы используем этот флажок, ставим отмечку, потому что версия 2.5 – это сейчас применяемая версия. Версия 2.4 у нас уже больше года, практически почти два года, если я не ошибаюсь, снято с поддержки, и сейчас уже практически все пользователи, практически, наверное, все переведены на версию 2.5. То есть, мы проставили отметочки, которые нас здесь интересуют. Можем отсюда смело уходить. То есть, считаем, что мы блок работы с НДСом уже настроили. Теперь основное рабочее место, которое у нас касается НДС, у нас расположено подраздел «Финансовый результат» и «Контролинг». И здесь у нас есть рабочее место по учету НДС. Ну и, соответственно, еще одно рабочее место – это по работе со счетами, фактурами, таможенными документами. Ну вот мы видим здесь ссылки на документы, которые мы можем сделать. Но основная нагрузка – это у нас помощник по учету НДС. Замечательный помощник. Я сейчас только выведу на экран меню, и мы переключимся снова на наши слайдики, и потом по помощнику побеседуем уже более предметно и отдельно. Так, переходим на наши слайдики. Вот на следующем слайде я показываю вам, где мы делаем настройки, которые касаются 1С. То есть, кроме того, что мы сделали настройки в разделе «Инции» и «Администрирование», мы у каждого юридического лица заходим в карточку юридического лица, и, соответственно, учетная политика. И в учетной политике у нас есть отдельный блок. Сейчас мы его проверим. Значит, раздел «Инции» и «Администрирование», «Организации». Наши организации, которые у меня в этой базе присутствуют. И вот карточка «Организации», соответственно, закладка «Учетная политика». И если мы спускаемся немножко ниже, у нас есть настройки учета НДС. Соответственно, мы их можем проверять и проставлять необходимые отметки. Как я уже говорила, мы проверяем, что у нас стоит отметка по раздельному учету НДС. Если мы сейчас отражаем приобретение под облагаемую и необлагаемую деятельность, будем ли мы через 19-й считать, я ставлю сложок, потому что это более привычный вариант, когда мы считаем через 19-й счет. И то, что еще подходит для нас, мы, естественно, проставляем отметки. То есть я поставила отметки 5-процентный налог. И дальше, значит, ну, чаще всего учетная политика настраивается в конце года и применяется на следующий год. То есть мы исходим из того, что у нас учетная политика уже настроена, а учетная политика, которая будет, то есть которая анонсирована на 2025 год, то есть год проведения налоговой реформы. Это мы будем составлять в декабре. И вот здесь надо очень внимательно продумать, какие будут изменения. Так, возвращаемся снова к нашим слайдикам. Мы с вами этот слайд посмотрели. И теперь, собственно говоря, изменения, какие у нас произошли, мы берем в обратном порядке. То есть у нас ставки по НДС 10 и 20 процентов. И еще нулевая ставка, если мы работаем, например, на экспорт. Здесь у нас ничего не изменилось, но есть несколько новшеств. Новшество установлено федеральным законом 504. Он уже не очень новый, это уже прошлогодний документ, то есть можно сказать уже архивный. И здесь у нас увеличен перечень товаров с 10-процентной ставкой, но вступил в силу этот закон 1 января этого года. И, соответственно, у нас увеличение этой группы произошло, потому что включили в 10-процентный список детские товары. Ну, всякие манежики, велосипедики, стульчики и так далее. Ну, поскольку это вступило с начала года, уже все тоже достаточно освоились, проверили все свои товары на предмет попадания в этот список. То есть это уже тоже, так сказать, старая достаточно новость. И, собственно говоря, основные еще изменения у нас коснулись общепита. То есть если компания оказывает услуги общепита, то она может воспользоваться нулевой ставкой при определенных условиях. Вот вы видите на экране, какие условия были необходимы для использования нулевой ставки. То есть не экспорт, но нулевая ставка по льготе. Соответственно, 149-я статья. И здесь нужно обратить внимание на то, что у нас кроме, так сказать, внешних факторов, то есть суммарного дохода, еще и имеет значение заработная плата. То есть среднемесячный размер выплат физическим людям, то есть фактически это нашим сотрудникам, должен быть не меньше среднемесячных выплат по виду деятельности в соответствии с регионом, в котором находится ваше предприятие. То есть действует это правило уже достаточно давно, но тем не менее это изменение и этого года, то есть 24-го, поэтому мы на них обращаем внимание. Вы видите на экране еще изменения, которые произошли у нас в этом году. И, соответственно, они касаются в основном строителей, подтверждение нулевой ставки. Ее стало легче подтверждать, потому что перечень документов достаточно жесткий. И перечень документов, которые требуется подать в налоговую инспекцию. И списки медицинских товаров, которые мы будем применять в этом году. Извините, переключилась. Так, и, соответственно, коды. То есть у нас в этом году менялись коды, которые мы указываем. Ну, во-первых, коды товаров, а во-вторых, коды, которые мы указываем при составлении декларации. Про коды мы еще немножко позже поговорим. А сейчас сделаем акцент вот на что. То есть когда мы составляем декларацию, мы, естественно, должны будем применять эти коды. Вы видите на экране, какие коды. А я сейчас покажу на демобазе, про что идет разговор. Так, мы учетную политику закроем. Учетную политику мы сделали, так сказать, отвлеклись от темы, чтобы напомнить, где у нас идут настройки по НДСу. И учетную политику мы сейчас закроем, она нам пока не нужна. А вот нужно нам как раз-таки помощник по расчету НДС. Потому что можно, конечно, по старинке, так сказать, зайти в раздел регламентированный учет. И здесь у нас блок 1С отчетность. Зайти в общий журнал регламентированных документов. Вот. Значит, когда мы это делаем, то есть переходим в общий журнал регламентированных документов, у нас выскакивает рекламный баннер. То есть программа себя хвалит, какая она умничка. И что обязательно мы должны обратить внимание на сервис 1С отчетности. Сервис очень интересный. Я про него тоже еще скажу отдельно, но пока мы его закроем. Пока он нам не нужен. Ай, извините, промахнулась. Вот, значит. Вот так. Сервис нам пока не нужен. И мы можем при работе с НДС создать декларацию обычным способом. То есть через кнопочку «Создать». Мы выбираем, допустим, налоговую отчетность. Выбираем здесь декларации по НДС. Смотрим, где она у нас, декларация по НДС. Промахнулась. Вот, декларации у нас пошли. Вот, декларация по НДС. То есть мы ее выбираем и формируем обычным способом. То есть привычным. Ну вот у меня там, по-моему, в Деловом союзе были какие-то. И нажимаем кнопочку «Создать». Но в этом случае я должна буду полагаться, так сказать, на ось. То есть у меня при этом не сработают сервисы, которые помогают мне облегчить жизнь и составить правильную декларацию. То есть если я перехожу в раздел «Финансовый учет» и помощник открываю по учету НДС, то у меня, как вы видите, здесь очень много дополнительных сервисов, которые проводят проверку моей отчетности, моей неотчетности еще, проверку только документов, на основании которых создается отчетность. И потом, как вы видите, я могу перейти в раздел «Отчеты по НДС». и, во-первых, проверить состояние учета по НДС и так далее, и составить декларацию из этого раздела. То есть вот у меня идет ссылка на формирование декларации. При этом я могу заполнить раздел «Седьмой» и к нему составить дополнительные реестры. То есть перед тем, как я наступлю на кнопочку «Декларация по НДС», у меня доступны сервисы по проверке, детальной проверке всех входящих и исходящих документов. То есть выставление счетов фактуры. Что это такое? Это полнота отражения в системе счетов фактуры. Ну, то есть если мы делаем, например, документы реализации, то мы, естественно, допустим, меню продажи используем, документы продажи, создали документ реализации, вот возьмем документ реализации, и мы в этом случае, а вдруг забыли, потому что вот он наш документ, и для того, чтобы создать счет фактуры, я должна перейти вот по этой ссылке, а вдруг я этого не сделала. Соответственно, у меня сервисы проверяют полноту выставления счетов фактур, то есть при реализации, полноту выставления счетов фактур при закупках. Ну, то есть, как вы видите, счета фактуры выданы на авансы, счета полученные, и счета налогового агента, когда мы выступаем налоговым агентом. Ну, то есть, все доступные варианты формирования счетов фактур здесь анализируются. Соответственно, анализируется внешнеэкономическая деятельность, то есть таможенный НДС, и, соответственно, наличие декларации, и НДС, составленный по этим декларациям. Если у меня обнаруживаются где-то какие-то ошибки, то, соответственно, будет здесь пометка, например, в скобочках проставлена цифра, которая сигнализирует, сколько у меня есть ошибок, то есть, например, в трех документах. И, естественно, подтверждение нулевой ставки, то есть, если у нас поступило поступление от налоговых органов, получить подтверждение от налоговых органов, то мы можем применять ставку. То есть это стандартная, штатная, вернее, процедура штатной проверки, штатные режимы, которые у нас уже действуют давно, и поскольку, как я уже говорила, НДС-налог сложный, часто изменяемый, но, тем не менее, здесь у нас, как вы видите, абсолютно автоматизировано все, и если только я уже хочу себе адреналинчик, то я могу перейти в ручной режим редактирования и проверять все, что автоматически проверяет программа, могу проверить это в ручном формате. Снова переключимся на наши слайдики. И вот здесь вот, как я уже сказала, при формировании декларации мы указываем коды. Коды мы указываем в нескольких местах, и, соответственно, вот нас... Я уже не буду озвучивать конкретно эти коды, вы их можете просто почитать. Когда мы создаем декларацию, коды мы указываем в разных разделах, то есть во втором разделе, в четвертом, в пятом, в шестом, в седьмом раздел требует внимания, что такое код, где он указывается. Ну, например, во втором разделе мы с вами указываем код операции, вот выделено в красном поле, и, соответственно, выбираем тот код, который соответствует нашим бизнес-процессам. Кроме того, что мы используем код в разделе 2, мы эти же коды, код операции, используем в других разделах. И вот эти коды... Значит, вот я выложу специально, какие коды во втором разделе мы применяем, и что они нам дают. И вот здесь у нас есть с вами третий раздел, где мы тоже применяем коды. Соответственно, там, где есть ссылка, код операции по объекту основных, например, средств, есть список, то есть справочник для выбора этих кодов. Вот эти коды претерпели изменения и в 2024 году, естественно, были новые коды, я вам уже показала это на слайдах, следует обращать на это внимание, но это, скажем так, был достаточно болезненный вопрос, например, в первом квартале, когда менялись планки. Сейчас уже вышло достаточно много релизов, и, собственно говоря, коды операции мы выбираем вручную, но уже все справочники заполнены, и, то есть, здесь изобретать велосипед не нужно. В разделе номер 3, соответственно, коды у нас вот указаны на экране, тоже я не буду их озвучивать, потому что достаточно большое количество их. И, как я уже сказала, в разделах 4, 5 и 6 у нас тоже присутствуют коды операции, которые, опять же, выбираются из справочника, то есть мы код операции ручками заполняем, как вы видите, светло-зеленое поле, это значит заполняемое, но корректируемое. И, наконец, после того, как мы победили все коды, вот комментарии к кодам в разделах 4 и 6, после того, как мы победили все коды, мы фактически заполнили декларацию, точнее, проверили, что коды подобраны правильно. И, значит, у нас еще раздел 7 остался. Опять здесь у нас присутствует код операции. И опять мы, значит, его должны проверить, как заполнилось, и ручками выбрать значение. Вот, собственно, и все изменения, которые связаны с кодами. Но на этом процесс не остановился, прогресс пошел дальше. И у нас еще были изменения в 2024 году, которые коснулись уже других нюансов по НДС. Это вот тоже вы видите на экране комментарии, которые к кодам в седьмом разделе. В восьмом, в одиннадцатом мы уже не смотрим, потому что это уже приложение. То есть это фактически журналы учета счетов фактур. А вот какие изменения еще у нас произошли, это, значит, касается счетов фактур. То есть основной документ у нас по налоговому учету это счета фактуры, которые тоже на протяжении 2024 года претерпели достаточно изменений. И, соответственно, когда мы заявляем НДС к вычету, мы должны проверить счета фактуры. То есть, во-первых, мы должны провести сверку с нашими контрагентами. То есть проверить, все ли счета фактуры на вычет НДС учтены и присутствуют в электронной базе. Соответственно, все ли эти счета фактуры у нас выставлены плательщиками НДС. Если не плательщиками НДС, то, соответственно, надо провести. С 1 октября 2024 года у нас действует обновленный бланк по счету фактуры. Значит, в этом случае, это уже не первое обновление в этом году, но у нас добавилась дополнительная графа 14-я, где указываются сведения по прослеживаемым товарам. У нас этот бланк был еще с 23-го года, но в этом случае у нас не было отдельного реквизита, то есть не было нужной графы. И сейчас у нас изменились требования, что мы указываем не только наличие, то есть мы указываем и наличие у прослеживаемых товаров РНПТ, и в графе 14 мы заполняем стоимость этих либо товаров, либо услуг. И вот здесь хочу обратить ваше внимание, что указывается не только первичные счета фактуры, но и если счета фактуры касаются корректировок, то есть корректировочные счета фактуры в этом случае тоже будут учтены. Ну и, соответственно, мы прослеживаемым товарам уделяем особое внимание, потому что кроме вот этих изменений, то есть последних изменений октября и ноября 2024 года, мы должны учесть, что у нас имеются и другие изменения, которые, ну, во-первых, приняты раньше, а во-вторых, вот конкретно счета фактуры, которые использовались раньше, то есть насколько, например, если у нас есть опоздавшие счета фактуры, насколько это критично, можем ли мы их использовать или не можем, сильно нам нагорит или не сильно, то есть насколько строги будут санкции и так далее, и вообще можем ли мы использовать старые формы. Да, на самом деле старые формы счетов фактуры мы использовать можем, но только до 1 апреля следующего года, 25-го, то есть это период, который называется, можно сказать так, переходным, и до этого момента собственно и компании, и писты могут остановить свой выбор как на новый, так и на старой форме счета фактура. во всяком случае в этот переходный период штрафных санкций не будет применяться и отказать в вычете НДС по этому основанию налоговики не смогут. Но обратите внимание, что этот переходный период у нас действителен только для электронных счетов фактур. Как вы знаете, у нас весь НДС действует только электронный обмен и, соответственно, счета фактуры тоже электронные. И, соответственно, после 1 октября 2024 года, то есть уже действует, 1 октября у нас уже прошло, мы должны перейти на новый формат бланков и в этом случае в бумажном формате мы уже должны учитывать все изменения, которые произошли. Но если у нас товары непрослеживаемые, то в этом случае может не быть 14 графы. Значит, изменения в этом случае мы вносим в карточку, номенклатурную карточку наших товаров. И, соответственно, если мы в номенклатурной карточке выбираем прослеживаемые товары, то и в документе реализации у нас эта графа будет присутствовать и, соответственно, мы указываем и страну происхождения, и РНПТ. Сейчас я покажу вам слайдик, на котором табличная часть счета фактуры, чтобы было понятно, о чем я говорю. То есть вот она наша дополнительная графа, которая добавилась. И, соответственно, в журнале учета и книге покупок, книге продаж должны быть эти изменения применены. Здесь нужно отметить, что налоговики очень трепетно относятся к счетам фактур, проверяют их добросовестно. И здесь нужно отметить, что обязательный порядок составления счетов фактур на аванс. То есть достаточно спорная ситуация, когда, например, по учетной политике я счета фактуры создаю не на каждый поступивший аванс, а, например, по итогам месяца. Вот в этом случае я уже нарываюсь на все существующие штрафы, попадаю во все черные списки, потому что налоговые органы считают, что я в этом случае допускаю грубое нарушение правил учета, потому что у меня получается расхождение в счетах фактурах и в книге учета соответственно покупок и продаж. То есть расхождение между НДСом, между декларацией и между этими книгами. А, соответственно, грубые нарушения правил учета НДС, то есть федеральных налогов, у нас имеют повышенные штрафные санкции. Когда мы можем не создавать счета фактуры, а использовать справки о сводных отгрузках. То есть то, что мы с вами видели при первоначальных настройках и я еще акцентировала на этом пункте ваше внимание. То есть у нас такая ситуация может возникнуть, когда мы продаем либо физическим лицам товар, в этом случае мы не должны составлять счет фактуру, либо неплательщикам НДС, с которыми, например, мы согласовали, что мы им счет фактуры не даем, и их это вполне устраивает. В этом случае мы можем составлять сводные данные. Регулировка нормативными документами этого положения вы видите на экране. То есть это у нас приложение к приказу Федеральной налоговой службы, уже достаточно древнее по нынешним меркам, еще с 2016 года. И, соответственно, книга покупок и книга продаж, у нас 8-9 раздел декларации. И, соответственно, вот вы видите, в какой строке мы отразим это при составлении в декларации. С начала года, 2024 года, налоговые органы ФНС напомнила, что при экспорте обязательно именно электронное подтверждение и составление электронных реестров. Закон, который это регулирует, у нас уже давно был принят, то есть еще в 2022 году, но вступил он в силу именно в этой части, то есть что требуются электронные реестры при подтверждении импорта. То есть эта часть вступила в силу только вот в текущем периоде. И то же самое в электронный реестр мы должны будем включать сведения из внешнеэкономических контрактов. Первый раз мы подавали электронные реестры при отчетности за первый квартал 2024 года. Ну, если вы используете сервис офис экспортера, то, соответственно, они появились уже в марте, то есть уже сейчас это достаточно обкатанная, можно так сказать, история. И сейчас мы с вами переключимся еще раз на наш помощник. вот таким образом. И хочу отметить здесь, ну, то есть мы смотрели с вами и прочие операции и отчеты, и у нас еще осталось меню сервис. То есть в меню сервис нам доступны, во-первых, сверка учета НДС, то есть мы запрашиваем электронные реестры, кто что подтвердил и насколько безопасно нам, например, предъявлять вычет, содержится он в реестре или нет, и, соответственно, надежность поставщиков по предъявленному НДСу. Поскольку, как вы знаете, у нас налоговики очень пристально проверяют надежность поставщиков до четвертого колена, так что здесь термин экономическая в основанности в общем-то не потерял свою актуальность. Значит, если мы используем сверку данных учета по НДС, у нас с вами формируется вот такой интерфейс, соответственно, мы задаем какой период, по какому юридическому лицу и нажимаем сверить. Ну, поскольку у меня в демо-базе сведения виртуальные, то есть, естественно, ни налоговые инспекции не соответствуют действительности НИНН, то у меня такой запрос не получится. То есть, я, конечно, нажму сверку, но вот она будет пустая. А на самом деле такие сверки нужно ежеквартально производить, то есть, это соломка, которую нужно подстелить для безопасности. Так, значит, мы из этого раздела сейчас уйдем. И надежность поставщиков, то есть, у нас есть несколько сервисов, как вы знаете, есть проверка, проверка контрагентов, есть парк, риски, ну, и надежность поставщиков по предъявленному НДС. естественно, мы задаем период, который нас интересует, вот пусть будет у нас текущий год, текущий год, и по организации, например, деловой союз. Я могу проверить. То есть, мои поставщики выбираются из справочника контрагенты, и, как мы видим, низкий риск, средний риск и высокий риск. То есть, эта система один из парк риски, и, соответственно, как вы видите, вот по таким ссылочкам у нас комментарии даются, и мы видим все сведения по надежности. Надежность имеется в виду, то есть, это предприятие сдает отчетность, сдает отчетность регулярно, уплачивает налоги, и, соответственно, не возникает претензий к ней, как к фирме однодневки, или к фирме, занимающейся обналичиванием. Ну, и, собственно говоря, это значит, что безопасно с этим клиентом иметь дело. То есть, достаточно удобные сервисы, и, поскольку они, как бы, вот, немножко особняком стоят, то, в принципе, при подготовке декларации мы сначала запускаем все вот вышестоящие пункты, а вот, когда доходим до декларации по НДС, естественно, сверху данных учета мы проводим перед формированием декларации, и, естественно, надежность поставщиков мы проверяем в том случае, когда у нас появляются взаимоотношения с новым контрагентом, и, собственно говоря, мы нового контрагента проверяем всеми способами, чтобы доказать должную осмотрительность, что мы подстелили соломку, чтобы документально можно было доказать это, и, естественно, как плательщиков НДС мы тоже проверяем наших контрагентов, и напомню, что с нового года у нас действуют новые правила учета НДС, то есть, и упрощенцы будут платить НДС, и поэтому данному действию нужно уделить больше внимания, поскольку у тех, кто на НДС работает уже давно, то есть, на общей системе, у них уже это отлажено, и база, скажем так, контрагентов уже не один раз проверена, то для упрощенцев это все будет впервой, и обязательно нужно подготовить себе пути отступления, то есть, доказать налоговикам в случае того, что мы проявили должную осмотрительность, проверили всех, в общем, связались со всеми, и все хорошо, то есть, если что-то отключилось, то не по нашей линии. Я сейчас смотрю, появилась у нас здесь отметочка, какой-то вопрос. А, ну, это модератор работает. Это не ко мне вопрос. На этом моменте мы с вами подошли еще к одному важному вопросу, то есть, по отчетности. На самом деле, кроме того, что мы создаем отчетность по НДС в налоговые органы, у нас с вами доступно достаточно много отчетов. Мы сейчас с вами перейдем в раздел финансовый результат, то есть, там, где у нас блок НДС. И, как вы видите, здесь у нас доступны разные отчеты, кроме регламентированных, которые мы создаем в разделе регламентированный отчет, у нас есть вот такой блок отчетов по финансовому результату. И здесь, видите, у нас тоже есть блок НДС отчетов. И, собственно говоря, при переходе по этим гиперссылкам я могу проверять номер КТД. Ну, как вы видите, вот ассортимент, так сказать, доступных мне отчетов. Это управленческие отчеты, которые создаются на основании движения регистров и так далее. И вот это меню я могу редактировать, то есть, я могу использовать кнопочку настройка. В этом случае у меня появляются вот такие чекбоксы. и если я допустим снимаю какие-то чекбоксы, а у меня эти ну вот допустим я хочу проблемы проверки контрагентов. То есть, например, я бухгалтер и это не моя песня. То есть, проверку контрагентов у нас, например, осуществляет юридическая служба или служба безопасности. То есть, мне этот учет без надобности. Я снимаю вот этот флажок и снова выхожу из режима корректировки. То есть, как вы видите, у меня этот отчет пропал из этого списка. Если я, естественно, проставлю флажок, то у меня отчет появится в этом списке. Кроме этого, у меня еще есть возможность корректировать, так сказать, сейчас мы изменим, корректировать доступ. То есть, право доступа я могу для определенных отчетов либо добавить, либо убрать. То есть, я могу через меню все отчеты перейти опять в тот же список, но который будет скомпонован уже немножко по-другому. Вот таким образом, то есть левая часть списка представлена вот таким образом, а правая часть списка представлена вот таким образом. И, например, вот я хочу, вот он мой подраздел, то есть, финансовый результат и контроллинг, я, например, хочу, 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 какой-то вот выбрала отчет и хочу конкретно, чтобы доступ к этому отчету был только у определенных сотрудников, то есть, чтобы все сотрудники не могли его видеть. В этом случае я использую кнопочку изменить и в этом случае я вижу уже окно, которым я могу вносить изменения, то есть, название отчета, сейчас мы хотим подвинуть, ладно, не будем, значит, то есть, это у меня название отчета и здесь я вижу закладочку пользователей и закладочку раздела. Значит, сейчас у меня, как вы видите, здесь стоят все пользователи. Если я использую кнопочку подобрать, то в этом случае я перехожу в список пользователей, например, всех пользователей я убираю, а я хочу оставить пользователей, которые, ну вот, например, пусть будет это у меня генеральный директор, я его переношу в список и пусть это у меня будет, например, главный бухгалтер. То есть, вот этот отчет у меня будет доступен только вот для двух руководителей и, соответственно, когда я выбрала нужных сотрудников, я нажимаю кнопочку подобрать и сокрыть и список у меня изменился. То есть, теперь этот отчет у меня смогут видеть только перечисленные здесь лица и я могу по закладочке разделы проверить, что у меня все-таки попало, то есть, где этот мой отчет, который я редактировала, вот у меня подраздел, то есть, подраздел финансовые результаты контролинг, отчет по НДСу, то есть, все получилось так, как я хотела, я нужный отчет изменила доступ к нужному отчету. На этом моменте мы отсюда можем уйти. Так, и, соответственно, снова переключиться на наши слайдики. Значит, вот это мы с вами посмотрели слайдик, то есть, это проверка контрагентов, проверка, сверка данных по НДСу, то есть, если вы ведете деятельность по НДС, то, соответственно, здесь будут отражены ваши контрагенты, которые по ИНН уже сервис запрашивают, были ли отражены сведения по НДС, ну, короче, всю информацию. И еще один слайдик у нас остался. Значит, то, что касается агентского НДСа. Здесь у нас тоже произошли изменения, но изменения, скажем так, приятные. То есть, у нас было правило, что одновременно с выплатой денег иностранцу, необходимо было в банк предоставить платежку на перечисление агентского НДСа. Теперь это делать не требуется, и сроки уплаты НДСа, то есть, у нас в общих основаниях, в общие сроки уплаты, и, соответственно, мы можем одной платежкой весь НДС и агентский перечислить, тот, который нужно. Ну, и хочу еще заострить ваше внимание, то есть, в какой очередности безопасно можно заявлять вычет. То есть, мы должны проверять безопасную долю вычетов, чтобы при составлении декларации мы не потеряли вообще часть вычетов. То есть, шаг первый. Если мы заявляем вычеты по предоплате, или по операциям, где наша компания выступает как агент, как налоговый агент. Здесь обратите внимание, на этом шаге важно учитывать, что нельзя дробить такие вычеты. Следующий шаг это у нас по основным средствам. То есть, мы в этом случае основные средства оборудования к установке и не материальные активы тоже желательно не дробить, но уже не так жестко. То есть, дробление вычетов по этим основаниям спорно. То есть, не так, как шаг один, но, тем не менее, можно нарваться на споры с налоговой инспекцией. И третий шаг это вычеты по товарам, работам и услугам в той части, которые нам требуются. То есть, например, мы можем заявить не весь вычет полностью, а какую-то часть. То есть, если касается товаров, работ и услуг, это безопасно, в отличие от основных средств и нематериальных активов. И вычеты, которые у нас по товарам, работам и услугам мы можем, собственно, применять для того, чтобы регулировать сумму НДС куплати. Может быть, в этом квартале нам не нужна вся эта сумма, а в следующем квартале у нас будет меньше, например, закупок, и мы можем уже использовать оставшуюся часть достаточно безопасно. на этом, к сожалению, наше время закончилось. Я хочу... Там есть один вопросик. Так, сейчас вернусь, один момент. Так, добрый день, просьба сообщить, если необходимость в счете фактуре указывать в строке 5 номер платежного поручения. Это касалось ранее... Прошу прощения, не вижу. Это касалось ранее, если, например, две реализации. Да. Номер по порядку. Вот это уточнение я не совсем поняла. Номер платежного поручения, да, необходимо указывать. А что за дополнение номер по порядку, вот это не поняла. платежное поручение указывать необходимо. Есть даже, если вы посмотрите нормативные документы, то консультант, астралост, отчетность писали по этому поводу. Было несколько спорных ситуаций, когда налоговые органы судились с предприятиями с предприятиями именно по поводу заполнения строки 5 и 5А. То есть, сейчас были изменения, но мы особо на них не останавливались с вами. так, ну, к сожалению, уже совсем время закончилось, и я возвращаюсь к нашему титульному листу. И здесь еще раз напоминаю вам наши контакты, то есть электронная почта, телефоны и, соответственно, адрес сайта. И хочу пригласить вас к сотрудничеству, попросить, скажем так, обратную связь, то есть ждем ваших вопросов, ждем обращений, какие темы вам хотелось бы посмотреть, может быть, по мотивам этой встречи у вас будут вопросы по МДС. Так что милости ждем, мы будем рады оказаться вам полезными. На этом разрешите закончить нашу встречу. Всего вам доброго, хорошего дня. субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok